Третья и на улице. Не работает. Кручка у меня есть? Кручка у меня все. Выключил все усиление. Выключил все усиление. А, выключил все усиление. А, я просто выключил его из... Окей. Добрый день, дорогие друзья. Дорогие друзья, мы приветствуем вас на мероприятии с условным названием «Языки насилия, моеточие, поэзия и общество», где мы хотим обсудить заявленную тему. Мы — это Галина Рыбов, поэт и критик Станислав Тубовский, литературе — это Марк Иповецкий, поэт и критик Кирилл Корчагин и я, Денис Троёвов. А структура нашего мероприятия будет такова, что сперва Марк Иповецкий прочитает некоторую лекцию, посвященную, или сообщение, посвященную проблематике насилия в так называемой актуальной, современной, кому-то первичной называть, поэзии. И, быть может, коснется несколько этой же проблематики, кому-то другие современные. И затем мы некоторым образом отреагируем на его сообщение, к чему призывает и вас. Передаю микрофон от Марк. Спасибо, что пришли. Учитывая перемены в расписании и вообще сложности в логистике, это вызывает очень теплые чувства. Я, скорее всего, буду говорить не столько о насилии в актуальной поэзии, сколько, так сказать, о том, что же называть языками насилия, да, и как они представлены в русской культуре, скажем так, 20 века. А уже отсюда, может быть, можно будет говорить коллеги, так сказать, вступят и больше скажут, чем я мог бы сказать про актуальную поэзию и вообще про поэзию. Интересно, что вообще проблематика насилия по отношению к русской литературе, даже в целом к русской культуре, остается чрезвычайно не разработана. У нас нет такой устойчивой оптики для регистрации феноменов насилия внутри культуры. Мы можем реагировать, и мы умеем реагировать на тематизацию насилия, да, на описание насилия, но вот как насилие там социальное, политическое и прочее, 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 перерабатывается в культурную насилию, это как-то остается очень открытым вопросом, очень открытым вопросом, да. Вот, может быть, самым разработанным направлением в этой области является то, что написано про концепцию врага, образ врага, вот образ врага, это действительно очень важен такой канал формирования, так сказать, дискурсивного насилия. Но, разумеется, важно понять, что если мы говорим о культурных языках насилия, то эти две категории, разумеется, могут перекликаться и пересекаться, но, с одной стороны, мы имеем дело с широким спектром дискурсов, которые либо оправдывают, да, либо продвигают, либо, так сказать, фундируют социально-политическое насилие, да, ну, от, допустим, революционных дискурсов, до странистского дискурса, до неотрадиционалистского дискурса, до разного рода, ксенофобных дискурсов, да, тут примеров чрезвычайно много, да, а, с другой стороны, есть дискурсы, которые, как бы, прямо не связаны вот с этими идеологическими формами, но они включают в себя некоторые методы психологического подавления в себе, да, психологического подавления читателя, если мы говорим о культуре. Вот, и если, так сказать, исходя отсюда, возвращаться к тому, что же мы понимаем под насилием, да, ну, естественно, под насилием мы понимаем самые разные формы, связанные с лишением свободы, лишением свободы выбора, да, посредством применения какой-то силы физической, политической, психологической, да, и насилие, разумеется, оказывается очень важным таким спектаклем власти. Тот, кто применяет насилие, тот, кто, кстати, демонстрирует власть вот над кем угодно. Соответственно, если мы, так сказать, с этой колокольни смотрим на традицию русской литературы, сама вот наделенная властью фигура писателя оказывается заряженным на насилие, естественно. То есть здесь можно спорить, я не собираюсь гулять в XIX век, вот, но сама, так сказать, вот эта гихотомия между монологическим письмом и идеологическим письмом, которую обсуждал, допустим, Бахтит, ее можно в частности прочитать как попытку сформулировать ненасильственный дискурс внутри литературы. Исходя из того, что монологический дискурс он, как бы, лишает читателя свободы выбора и подвергает его или ее своеобразному насилию. В то же время, конечно же, если мы, так сказать, идем за Бахтитами, и все помнят, что прохорический роман, он так или иначе связывал сконструированный им образом карнавала, да, и карнавал им изображается как утопический мир абсолютной свободы, но, если вы помните, так сказать, описание карнавала, и особенно введение книги о Рабле, там очень, я бы сказал так, художественно, убедительно описано насилие, вот этот образ гротесского отдела, состоящего из тошных отверстий, да, в которые все это что-то засовывают. А вот этот утопический перевод мира абсолютной свободы, он чисто риторичен. Поэтому сам карнавал оказывается достаточно проблематичной формой для убеждения насилия. И более того, когда мы, например, читаем прозу 20-х годов, прозу о гражданской войне, предшествующие, разумеется, книги Бахтина о карнавале, там очень легко обнаружить самые разные формы карнавальности, но они сплетены с самыми жуткими формами насилия. Вот, там, взять хоть Артема Веселого, хоть Вячеслава Шишкова, вот забыты такие писатели, там, Александра Яковлева в Побольнике, это такая карнавальные бунты, кровавые карнавалы, там все, что у пина есть происходит, только там при этом все время убивают и режут, и насилуют в самом буквальном смысле. Вот. Ну, отсюда, отсюда, как бы, возникает потребность в некоторой попытке типологизировать насилия. Один способ типологизировать насилия. Вот. Можно его сделать, опираясь на, так сказать, такой идеологический формат, скажем так. Вот Зимбун Бауман в 95-м году написал статью «Столетие лагерей», в котором он высказал, так сказать, мысль о том, что насилие 20-го века является в какой-то мере производным от производительского проекта. И, в частности, он пишет, это «Столетие научило нас тому, что модерность состоит не только в интенсификации производства, росте благосостояния и возможности быстрее передвигаться, но также состоит и всегда состояло в быстрых и эффективных методах убийства, научно организованных и контролируемых геноцидов. Разрушение при этом подавалось, как творческий акт, нечто вроде прополки сорняков, необходимое для претворения в жизнь утопии прекрасного сада. В случае Гитлера таким садом было расово чистое общество, в случае Ленина – классово чистое общество. Но в обоих случаях речь шла об эстетически совершенном, прозрачном и гомогенном мире, освобожденном от мучительных неопределенностей, амбивалентности, случайности, и поэтому очищенном от всего малоценного, отсталого, необучаемого и неприкасаемого. Но разве не именно такой мир виделся в мечтах и был обещан философами просвещения? Разве не этот идеал предлагался деспотам в процессе их просвещения? Конец цитата. Эта цитата, разумеется, не только относится к литературе, и даже не столько относится к литературе. И она, безусловно, увязывает всякого рода социальные утопии и их осуществление, особенно их осуществление в массовом обществе XX века с насилием, и с оправданиями насилия, и с легитимацией насилия, и с прославлением насилия. Конечно, если мы пробуем перенести этот взгляд на русскую культурную историю XX века, мы видим довольно широкий спектр дискурсов, от революционных дискурсов, которые призывали к насилию и эстетизировали в достаточной степени, до затем дискурсов государственного величия, борьбы с врагами, имперских дискурсов. Но это одна сторона медали. Другая сторона – это дискурсы жертвы и страдания. И, конечно, очень соблазнительно сказать, что эти дискурсы государственные, эти дискурсы интеллигентские, но это, мне кажется, было большим заграждением, и те, и другие дискурсы произведены, конечно, интеллигенцы. И валоризация страдания, и валоризация, так сказать, более производимой насилии, это, конечно, не то же самое, что дискурс террора, допустим, но между ними есть множество связей, но, допустим, если мы думаем о первой группе дискурсов, можно, так сказать, в качестве такой эмблемы, представьте, в моей божественной, начинавшего как аналитический поэт, потом ставшего вполне таким дискурсовским поэтом, хотя и до конца не признанным. А когда мы говорим о валоризации страдания, о превращении, так сказать, позиции жертвы насилия в позицию особой власти, ну, конечно, здесь сам Ягод, примерно, Ахматова, тут можно привести, конечно, на множество и других. Более того, мы можем увидеть, как эти две линии достаточно эффективно и эффектно соединяются в том, что называется поэзией войны. Да, поэзия войны, которая была одновременно и государственной поэзией, да, и, с другой стороны, она вся была пропитана болью и страданиями, и, конечно, в рамках поэзии войны существует масса вариаций, и вот, такого романтизированного образа офицера, там, допустим, у Симонова, то, я выговорил ножом без подоптерии, а кровь чужую, у Гудзенко. Причем Гудзенко тоже печатался сразу после войны. А был еще довольно большой слой непубликумой поэзии, и вообще, как бы, война в данном случае, остается таким ресурсом, позволяющим обращаться к насилию и, так сказать, подпитывать культуру насилием вплоть до, ну, в общем, в 80-х годах. В 80-х годах. Конечно, это одна такая типология, и достаточно грубая. Вообще, все, что я буду говорить, это очень грубая типология. Я заранее, извиняюсь. А вот, с другой стороны, есть знаменитая статья Генемина, где насилие 21-го кода, где он, ну, он говорит о разных, так сказать, дискурсах и типах насилия. Но ключевой части этой статьи, он вводит, так сказать, такую диктамию, мифическое и божественное насилие. Вот, мифическое насилие иллюстрируется мифом о Ниобе, да, где насилие, в общем, лишено какой-либо прагматики, то есть, ну, там действительно кое-что есть, да, но главный смысл этого насилия состоит в чистой манифестации богов, да, установлении права. Она установит право, скорее, чем наказывать за нарушение существующего закона, да. Вот, а в оппозиции к мифическому насилию он объясняет, что такое божественное насилие, это одно из самых таинственных, на мой взгляд, мест в этой статье. И он пишет, если мифическое насилие правоустанавливающее, то божественное правоуничтожающее. Если первый устанавливает предел, то второй их беспредельно разрушает. Если мифическое насилие вызывает вину и грех, то божественное действие, то искупляющее. Если первое угрожает, то второе разит. Если первое кроваво, то второе смертельное беспредельное крови. Миф о необееме можно в качестве примера такого насилия противопоставить божественному сумму над сыновьями корием, да. Ну, так сказать, в системе координат Венемина божественное насилие производится на революцию в известной степени. Вот, и, опять же, переводя эту типологию в празанскую культуру, можно говорить, что вот есть как бы насилие, дискусс насилия связанный с властью, с традицией, а есть дискусс насилия связанный с властью трансгрессии, да, вот как бы, авангардное насилие, да. То есть, опять же, революционная безвестная степень. Но Деррида, например, когда у него была, вы знаете, наверное, статья как раз об этой статье Венемина, и он, так сказать, после анализа вдруг приписывает по скриптам и говорит, что вот это вот божественное насилие, чистое насилие, да, без пролетия крови, оно лучше всего иллюстрируется тем, что Венемин, конечно, еще не мог знать, но колокостом, доказывая камеру. Венемин, по-видимому, не знал ни другого примера чистого насилия, именно в соответствии с его формулой в романе «Залядина мы». Если вы помните, там есть такая сцена, там одно из этих ритуальных, ритуальных наказаний, вообще ритуальных всех родов, есть, состоит наказание, так сказать, преступника, которого подвергают какой-то, так сказать, физической процедуре, в результате чего он превращается в лужицу воды. Вот там диссоциируют материю, из которого состоит преступник, вот, и, конечно, никакой крови там тоже нет, там чисто лужица воды. Вот, так что, опять-таки, выясняется, что вот эта оппозиция достаточно условна и достаточно проблематична, но мы можем, так сказать, с легкостью увидеть, скажем, в соцреализме мифическое насилие, да, в ангарде божественное насилие. В любом случае, многие самоописания этих тенденций приводят к таким взгляду. Вот, конечно, конечно, есть еще замечательный пример Хармса, который, я просто об этом писал и не хотел бы очень долго об этом говорить, но Хармс как раз, особенно в случаях, но и в целом ряд других вещей, достаточно убедительно показывает, как насилие становится таким универсальным знаком, да, как оно завещает собой трансценгенцию и коммуникацию, как оно сможет самовыражению и, кстати, подавлению другого, как оно выражает радость и скорбь, да, как оно выражает восторг перед жизнью и встречу со смертью. То есть Хармс как раз показывает универсальность языка насилия. Вот, при этом, что, конечно, характерно для него, что отличает его от Маяковского или Ахмата, это то, что, работая с этими языками, он их отмеменно утрирует, он с ними как бы гиперидентифицируется, да, и поэтому создается комическая дистанция, и тем самым создается критический дискуссия по отношению насилия внутри самого языка насилия. внутри самого языка насилия. Вот, но, на мой взгляд, во всех этих типологиях не учитывается еще один, как бы, дискусс насилия, который парадоксален, потому что это именно недискуссивный дискусс, это дискусс, который как бы лишен своего собственного литерического фрагмента. Вот, и его можно назвать коммунальным, его можно назвать коммуникативным, и я, в общем, не тверд в этом управлении, и я вскочу от одного к другому. То есть это не идеологическое насилие, да, и в качестве предмета и репрезентации оно появляется, допустим, когда мы читаем, там, «Мужики и во враге Чехов», вот очень-очень характерные вещи, там, ранняя проза Бунина, в какой-то мере власть Толстого на куличках замятан. То есть это сначала просто как бы изображается, как некий предмет. Ранняя проза Горького в этом смысле тоже очень показали, там, цикл по Руси, если вы когда-нибудь читали, это довольно страшная книжка. И, в принципе, можно интерпретировать вот эту репрезентацию как часть дискурса внутренней колонизации. Вот есть некая дикость, которая находится, в принципе, совсем недалеко, да, и я писатель, так сказать, с точки зрения интеллигенции на нее смотрю и от нее отделяюсь. Но после революции, конечно же, происходит, опять-таки, фаларизация вот именно простого человека и простого мира. Это, конечно, все это в кавычках надо говорить. Вот. И вот этот культурный строй, он складывается из разных элементов, да. То есть тут есть и деформированные формы ритуального насилия, приходящие из христианской культуры. Тут есть и, так сказать, язык насилия, идущий из уголовного дела. Тут вообще есть всякого рода неидеологические, домодерные формы, которые, которые, как бы, втягиваются в советскую модельность, инкорпорируются в нее, с ее формой насилия. Вот. И, по сути дела, по сути дела, когда вот мы читаем, ну, прежде всего, на мой взгляд, здесь очень важен Зощенко, вот, когда мы читаем Зощенко, это и есть попытка, вот, показать, как формируется вот этот бискус Василия, вот, коммунальный, который заменяет, у которого нет языка, в принципе, нет языка, да, поэтому он оперирует осколками чужих языков, да, или же всякого рода перформансами, всякого рода перформансами, которые всегда насильственны, которые всегда связаны с утверждением личности и ответом слабого на, так сказать, на репрессивную среду, вот, когда, как-то, когда уже позже мы, так сказать, читаем всякого рода лагерную, литературную лагерную прозу, стало понятно, что вот это, так сказать, коммунально-коммунитивное насилие, оно вполне освоено властью, да, оно становится одним языком власти, в том числе, это язык була, для которого, как показывают, шоуров нет слов, у него нет слов, это это чистый трефон. Что поэзия может с этим делать? Вот возникает, ну, как бы, поэзия, конечно, может быть одной из форм оправданий и артикуляции насилия, и выражением юридического насилия, да. Поэзия может быть выражением божественного насилия, как именно такой радикальной трансгрессии, которая нарушает пределы и тем самым устанавливает новые, и вступает в это теоретическое взаимодействие. Вот, но, как мне кажется, вот это вот последнее, то, о чем я говорил, вот это такое коммуникативное, коммунальное насилие, оно, и он начинает осваивать только концептуализм. Ну, или, как бы, скажем так, андеграунд 60-70-х годов, что-то мы видим у Черткова, что-то есть у Сатановского, ну, Сатагира, но наиболее интенсивный в этом плане, конечно же, с одной стороны Холин, а с другой стороны Триггер, да, потому что, ну, Холин, как бы, он использует это и как предмет изображения, но постепенно в его стихах этот язык становится способом самоописания, обязательно дезинтанцированной, тут не происходит, конечно же, отождествления. Ну, допустим, вы помните знаменитое Сатарине, вы не знаете, Холина, я не советую знать, вот такая сок, вот такая, блядь, голова пустой, горшок, стихи рвотный порошок, вместо ног ходули, задницу ему воткнули, сам не кует, не косит, есть за троих, просит, как только наша земля этого года носит. Да, вот это, как бы, саморепрезентация через этот язык, сквозь этот язык, да. У Прикова вариантов крайне много, он, как бы, Прикова все, естественно, производил в огромной количестве вариантов, и это есть, как бы, от статика вот этого, так сказать, государственного насилия и привыкания к нему, но есть у него один из поздних, очень большой цифр по материалам прессы, где он, как бы, такие прекрасные верлибры, напинающие конкретную поэзию, где он просто берет сводки газетные и происходит, вот, его субъект отрочисляется с этой поэзией. Потом, конечно же, как бы, вот, знаменитый его цикл «Каталог мерзости» или же «Мои неземные страдания», вот я очень люблю, говорю, вот это стихотворение. Оставь хоть левый глаз, хотя бы в памяти родителей. Ведь мы дружили, вместе видели, как я неприхотливо рос, как рос, и чистый, и послушный. Оставь хоть глаз один, ведь уши уж срезал, глаз хоть оставь. Это действительно чисто от коммуникации, так сказать. Субъект соцсетворения обращается к читателю, и ставит читателя положение палача, положение субъекта насилия. Вот, и, в общем-то, связь между лирическим, как мы говорим, субъектом и читателя устанавливается именно через относительно. Вот, но это, если же, если же перескочить... Раз, я скоро закончу, еще минут десять, может быть. Если же перескочить к постсоветской культуре, Ну, на мой взгляд, здесь возникает именно капитализация вот этого коммунального насилия. Особенно, это достаточно явно происходит, так сказать, в первое постсоветское десятилетие, когда, с одной стороны, так сказать, и государственный дискурс основан на насилии как бы уходит в тень, да, или же распадается, да. А, и, соответственно, дискурс интеллигентской ломентации, интеллигентского превосходства основан на страдании, на мучительстве от государства, также теряет власть, а зато на первый план выходит именно, как, так сказать, языки коммунального насилия в очень широком спектре, вот, так сказать, уголовных до бытового насилия, так сказать, семейного насилия, так сказать, армейского и прочее. И что здесь происходит? По сути, можно сказать, что происходит приватизация государственного насилия, да, и, как бы, каждая, так сказать, группа утверждает себя через насилие. Потому что, ну, как бы, другого способа самоутверждения, другого способа утверждения собственной власти советская цивилизация в существе не придумала. Лев Гудков использует понятие негативной идентичности в данном случае, и, в принципе, можно сказать, что, так сказать, вся постсоветская идентификация – это негативная идентификация, требующая обязательного производства врага. В отличие от, так сказать, классических советских примеров, это производство не централизовано, да, тут нет какой-то единой формулы врага или, там, единой политики по производству врага, во всяком случае, первые, там, полтора-два, десятилетия, скажем так. Враг производится по ситуации, это ситуативно, да, это может быть, так сказать, сосед по вагону метро, это может быть человек с другим развязом глаз, это совершенно неважно, да. И поэтому каждый в то же время сам все время оказывается в позиции врага по отношению к другому. Вот этот постоянный, так сказать, обмен образом врага, он создает вот новую посоветскую социальность. То, что мы наблюдаем сейчас, это происходит как бы национализация вот этих негативных идентичностей. То, что было, так сказать, роздано населению и приватизировано, оно как бы возвращается опять в руки государства, государство, и государство, как бы, заявляет о своем праве монопольно производить объединяющий образ врага и тем самым, так сказать, добиваться прикование, скажем так, на этой почве. Вот, и, как мы видим, это, к сожалению, удается. Поэтому, принос, садитесь, что же не стоите. Поэтому, в то же время мы как бы глядя на поэзию, вот эти люди здесь сидят и они меня сейчас поправят. Есть целый ряд форм, он сложился где-то вот с 90-х годов. То есть спектр здесь, скажем так, здесь есть поэты, которые очень эффективно и эффектно адаптируют эти языки насилия и говорят, практически не отделяясь. Ну, для меня, могут со мной не согласиться, но для меня это такой пример, это Всеволод Тимирин. Вот он, на мой взгляд, именно говорит на языке инъективной идентичности и его очень сильно транслирует. Есть Ирина Фанайлова, которая очень остро чувствует, так сказать, языки пронизанным насилием, и она использует против них, скажем так, то, что можно назвать позднемодернистским или постмодернистским зеркалом, когда она как бы принимает этот язык, но язык безличный, она делает его личным, и, как бы, переживая его изнутри, она одновременно переживает воздушительную силу. То есть вот она как бы убирает этот язык и разрушается, и мы об этом, собственно, рассказываем. В черных костюмах это особенно ярко видно, хотя можно увидеть и в других вещах. Есть разные способы рефлексии, адаптации и отстранения, адаптации критики, попыток говорить сквозь языки насилия, принимая их как некую среду, с которой нужно взаимодействовать. И здесь, опять-таки, очень широкий спектр, я бы сказал так, вот Андрей Родионов это один сценарий, да, вот как вот, чисто стилистическое усвоение, да. Федор Сваровский это, скорее, ироническое усвоение, но ведь все его эти роботы, воюющие, это и есть, например, такое оставляющее воспроизведение языков насилия, да. Кирилл Медведев, это третья версия, да, где, так сказать, революционный дискурс, помнящий о своем насильственном происхождении, меняется и, в общем-то, раскрывается рефлексии, и, в общем, в той или иной степени преобразуется. Вот, ну и здесь сидящие поэнты тоже, в общем, кое-что добавили к этому процессу. Что мы, вот, заканчивая, что я хочу сказать, что само наличие рефлексии на насилие, как мне кажется, или может быть это у меня испорчено восприятие, является свидетельством актуальности того или иного лица революционного высказка. Почему? Потому что, вот то, что, мне кажется, и это будет нарастающей тенденцией, именно изгнание насилия и рефлексии на насилие, и репрезентация насилия будет, и уже это происходит, будет заменяться, как бы, вот этим насилием внутри дискурса. Вот, для меня, в данном случае, очень показательный пример эволюции Ивана Варипаева. Ну, я в свое время написал книгу именно в этих языках насилия в новой драме, и, на мой взгляд, новая драма наиболее сильная, как бы, да, каким-то хором начала рефлексию на темы языков насилия и роли насилия в современном обществе. И, как вы помните, Иван Варипаев, так сказать, сыграл в этом движении немалую роль, так сказать, вот, Кисторон и Юль были очень важными манифестами всего движения. Совсем недавно я посмотрел, она ведь не самая большая новость для Москвы, но для меня это была новость, постановку его пьесы «Пьяный» ставил Виктор Рыжаков, как бы, постоянный постановщик Варипаева. И что поразительное в этой пьесе, это то, что, как бы, на глазах, вот, в ней происходит изгнание насилия из репрезентации, и зато на первый план выходит проповедь, выходит, как бы, герои, которые, в общем, были героями и персонажами, превращаются в проповедников, которые обрушивают на зрителя, так сказать, монологи о любви, и о том, как нужно любить, и о том, как требуется любить, и о том, как мир погряз в говне, вот, и поэтому нужно особенно сильно любить. И, как бы, в моем исполнении очень трудно, наверное, почувствовать интенсивность этого процесса, но, как бы, эффект изнасилования возникает именно от проповедей, поскольку театр заканчивается, и герои вот рассказывают, какие мы плохи, и как нужно сильно любить, и как нужно сильно любить, и как нужно сильно любить. Естественно, как бы, в условиях запрета на мат, волей-неволей приходит, как бы, перевод любви на более грубые формы, и, собственно, это и происходит с нами, и вот чем больше будут говорить про любовь, про что-то возвышенное и прекрасное, тем подозрительнее, мне кажется, это будет. Вот, но другая опасность, которая, на мой взгляд, сейчас существует, в том числе и при пейзе, это не впасть, опять-таки, в дискурс жертвы, потому что, как мы уже знаем из исторического опыта, к сожалению, этот дискурс не является автономным от дискурса насилия, это его, как бы, оборотная сторона, это воспроизводит ту же самую структуру. Вот, я прошу прощения за разрозненность и, так сказать, беглость этих заметок, но я надеюсь, что они, во всяком случае, возбудят какую-то дискуссию. Прежде чем, спасибо, Марк, во-первых, по-моему, это совершенно замечательное введение в проблематику, и прежде чем дать слово Станиславу Львовскому и Гене Рымбову, я хочу, может быть, отметить два момента, о которых, возможно, будет интересно поговорить, и, возможно, коллеги этого коснутся, примитивно к поэзии, а не к языкам насилия вообще. Значит, первый момент, который меня бы в этом смысле интересовал и о котором интересно было бы поговорить, это то, как насилие, язык насилия влияет на, может быть, переосмысление или появление каких-то новых качеств поэтического субъекта, каким образом, значит, насилие деформирует того, кто говорит в стихотворении, или как-то его изменяет, трансформирует, кем, значит, становится этот говорящий. И второй момент, который мне здесь кажется важным, потому что оба, так сказать, спикера, которые дальше будут говорить, в какой-то степени как поэты могут быть отнесены к такому широкому полю новой политической поэзии, не закороченной, так сказать, в двойных кавычках, это словосочетание. Вот, и в этом смысле мне было бы интересно, как это насилие, как эти языки насилия способны структурировать вот это вот поле политического, которое входит, значит, поэзию, и, значит, каким образом, значит, насилие и политика, насилие и поэзии и политика, каким образом вот все эти словосочетания и, значит, сочетание этих феноменов взаимодействовать друг с другом. Вот, и я думаю, что имеет смысл начать со Станислава Любовского. Дмитрий Ильич, у меня на самом деле есть, как сказать, совершенно другое. В общем, я собирался, скорее, такую, чтобы, так сказать, я обнаружил такое некоторое пятно, да, которое кажется мне интересным, а само всегда у меня есть даже некоторое объяснение, сейчас я расскажу. Дело в том, что неподцензурная русская поэзия, значит, то есть буквально то, что не могло выйти в Советском Печате, которую мы отчитываем, ну, там, значит, условно говоря, в каком-то более-менее заметном виде с середины 50-х годов, да, она вот с этой самой середины 50-х годов и до конца советского периода или еще некоторое время после, несмотря на то, что происходило в этом политическом уровне, социальном уровне, она вообще не занималась насилием, в смысле, не занималась говорением о насилии, да, она не занималась репрезентацией насилия. Я не готов касаться вопросов о трансляции насилия, да, вот о чем говорил Марк, о московском концептуализме, в частности, и о, что-то, что-то, леоносовцев, и тем прочим, и даже, на самом деле, тут и про эгибы в любопытной отдельно поговорить, потому что... Но, что касается прямого говорения о насилии, да, прямого обсуждения о насилии, оно в русской, не по цензуре русской поэзии, с момента ее возникновения в 70-х годах до самого начала 90-х практически не существует. То есть оно не существует, как сколько-нибудь заметный массовый феномен, да, это понятно, что всегда можно найти какие-то отдельные тексты, и, ну, даже, наверное, может быть, и 10 текстов, или 20 текстов, да, но по-настоящему этот вот открытый разговор о насилии начинается в той, по крайней мере, ветве, которая наследует непосознанной русской поэзии, когда он начинается в 1994 году, когда Михаил Сыркозик публикует поэму, которая называется «Стихи о первой Чечевской компакте». Да, если вы не читали, я сейчас небольшой отзыв, чтобы вы имели представление. А с Чечевской умолкой схватали и увозили фильтры, и больше этих людей, как правило, не видели. Фильтры — это концлагеряя несколько официальных в Моздоке, в Грозном, Категорской, Ставрополье, и гораздо больше скрытых на территории военных частей. Подостановки в машинах Куликово поле, концлагеря на колесах, попробуй найти такое, Куликово перекатит поле. Смазили фильтр всех мужчин, кто может воевать, безоружных, редко брали женщин, хотя на беременность не смотрели. Был такой непостоянный способ, вбязали руки, ноги, и штабеляем в пять рядов, вложив в КамАЗы, и везли до Моздока от Грозного в восемь часов. Там нижний слой выкидывали, он, как правило, не доезжал, плюс пристреленных, державшихся на дороге. Фильтры были созданы для уничтожения, боеспособны части населения, выживали только те, взговоры оплатили выкуп, и взговоры огнея оплатили выкуп до тысячи долларов за штуку. Фильтр тысячелей, направленные стеза, или имитировали расстрел, провели с собаками, подали током, делалось это не случайно, а планомерно и регулярно. Представляете, регулярно и планомерно. Собаки просто куски из людей вырезали, а с током было вот, как сажают, завязав в глазах, прикладывают электроды и командуют, крути, что-то крутят, раздается сильнейший раз от электрического толка. Таких людей с завязанными глазами и руками, потом подбрасывали в общие могилы, на Карпинском кургане, ночью хоронили каждый день. 58 человек, без золотых зубов, без голов, из тел торчали хвости, следы еще вот, как заметали трупы, жгли, потом обливали кислотой, собирали кости, ну и так далее. Это, по сути дела, оказался первой заметной прямой важный текст в русской поэзии, который занимался репрезентацией насилия, говорением о насилии напрямую. Причем, на самом деле, есть посморение на этот текст. Понимаете, он написан, в общем, довольно далеко от русской традиции. Он скорее напоминает нам, не знаю, поэму Чарльза Резни по Холокосту, примерно, да, то есть в этом же мире. Или стихи о вьетнамской войне 60-х годов, там, Киндсберге или какого-то из Ивановича. А дальше выходит антология «Время Чех», которая собрана из стихи о Чечне, которая, представляете, вообще такой странный артефакт, в котором большинство стихов непосредственно никак не касается Чечни, то есть не непосредственно о Чечне, но она фигурирует там, Чечня, как вот этот вот такой, так сказать, ультимативный дискурс насилия, да, фигурирует там в качестве, как бы, обстоятельств. Да, вот Дмитрий Кузьмин в стихотворении примерно тоже в середине 90-х пишет, некто Лукас, 19 лет, говорит, что ник «Имя последней любви», лорда Байрона. Кто был твоим Байроном, Лукас? Сосед по дому в старопромысловском районе рассмолу по мутантам и рухлянам в кирпичную крошку. Полгода, как бы, с бабушкой успели сбежать. Или веселый премьер при возрастной психологии в Туменском университете, ну и так далее. Вот в этом, так сказать, в этом режиме. А это насилие присутствует как фонд, скорее, да, то есть оно упоминается, но это тоже непрямое говорение о нем. И, конечно, понятно, что нельзя не упомянуть Елене Фанеллову, я, правда, в другом, так сказать, тоже режиме немножко про это думаю. Думаю я про... То есть все было правильно, что сказано про черный костюм. Я думаю, что это виднее даже этот эффект в Ленин людях, скорее, чем в черных костюмах. Или люди, собственно, при Палтийском дневнике, которые, собственно, и вызвали несколько большую реакцию. Да, это несколько более сильная реакция. Но я, естественно, имею в виду стихотворение о Ленин, опять-таки, о своей Афганистан, да, которое чрезвычайно важное. Важное оно почему? Потому что вообще Афганистан, опять же, в немецезуре русской поэзии, если не считать известного текстом родственникампании с 80-го года, практически не находит вообще никакого отражения. Его как бы нет. Он есть в фарклорионе, в городском фарклорионе, он есть в этих как бы народных, разинародных песнях, которые анализировал не на этих банных чтениях, а на предыдущих банных чтениях Сергея Ушакина, «Передительная травма». Но в немецезуре русской поэзии Афганистана не существует. А Фанеллоу в этом стихотворении делает Афганистан рамкой для всей кавказской травмы русской. И, в том числе, конечно же, в этом стихотворении, которое появляется в, не помню точный год, но это самое начало 2000, по всей Великобритании, 2000, 2005. Конечно, в нем идет речь далеко не только Афганистане, а Течне. И еще мне кажется чрезвычайно важным, что здесь же в этот же текст включается в эту же рамку войны насилие гендерное. Узбечки в невьеменной красоты, уздечки распределяли языком, с ветерком катали на броне, не с ветерком, чтобы сорт не выносить во мне, перед полком расстреливал потом, точнее, командовал расстрелом сам полковник этих, кто волок в кусты, кто за кусты волок, и так далее. И насилие уже такое для советского строя жизни, для советского порядка жизни, совсем такое бытовое, а именно речь идет о бомбортах, общийный миф и коммунальный ад, они живут в артарии, как солдат, идет привычным шагом строевым, когда учал недавно военную. Интересно здесь, как мне кажется, вот что. Во-первых, почему это происходит, мне есть еще гипотезы, почему русская неподцентровная поэзия до середины 90-х не занимается репрезентацией насилия, не говорит насилием. Потому что весь респрос насилия ушел в военную поэзию, то есть в поэзию официальную. есть какие-то ультимативные примеры, сейчас я пару из них приведу. Во-первых, сейчас больше, чем я хотел, во-первых, известное стихотворение Эвона Дегина 44-го года «Мои товарищи на земле агонии незавидно опасно друзей, да ты лучше согреве, ладони надымящейся кровью твоей, ты не плачешь, и станет и не маленький, ты не ранен, ты просто убит, дай нам память с него с тебя валенки, нам еще наступать предстоит». Или стихотворение Семена Гузенко, которое заканчивается в следующем пассаже. У нас ведет через расшеи, окоченевшая вражда, штыковом ныряющей шеи, бой был коротким, а потом вышили водку ледяной и выговаривал ножом из-под ногтей я кровь чужую. Понятно, что дальше наследует более-менее напрямую Высоцкий, там вот, скажем, из юббатолийского десанта особая рота, особая почетная сапера, не прыгай с фиткой на спину моей из ветвы и напрасно стараться, я и с перерезанным горлом, сегодня увижу вас подраздел свои, и прошли бутылан держать, чтобы не резать техсонных и так далее. Весь диспульс говорения о насилии ушел, во-первых, в военную тему, потому что говорение о государственном насилии, о благе об этих вещах было более-менее невозможно или осуществлялось только в виде свидетельств дальнем уаеров крутого маршрута религии или служения белоклодцев. И таким образом оказалось в середине девятнадцатого, что у современной русской поэзии вообще нет другого языка говорения о насилии, чем язык военной. И только-только сейчас, буквально сейчас, эта история как-то начинает трансформироваться. Как мне кажется, сейчас мы присутствуем при самом начале возникновения некоторых новых языков говорения о насилии не трансляции насилия, не повторяю, а говорения о насилии, которые раньше были все искусственно вытеснены и ужаты в теме войны. По-моему, это очень любопытно и такая довольно уникальная история. Если посмотрим на главные вировые языки и главные вировые потери, это довольно уникальная и интересная вещь. Я просто пандам к тому, что сказал Юра. Хочу просто вспомнить о, мне кажется, важной очень статье недавней, о статье Токеневайзер, которая здесь присутствует, где как раз этот сюжет отчасти поднимается. Если кратко пересказывать один из моментов этой статьи, просто для аудитории, то в ней, среди прочего, идет речь о том, что язык, вернее, не язык, а изображение каких-то узнаваемых образов Второй мировой войны в современной поэзии, то есть последние 5-7 лет, он некоторым образом маркирует травму прежде всего Первой чеченской кампании действительно и вытеснение разговора о Первой чеченской кампании с публичным дискурсом и в том числе с поэзией. Мне кажется, просто важно вспомнить об этом сюжете. Правильно ли Кирилл излагает статью в следующем проекте? Дело в том, что мне как раз на этот счет несколько иное мнение, потому что я не уверен в том, что я говорю в том, что мы не обязательно должны привлекать здесь представление о травме. То есть понятно, что это отчасти верно, но мне представляется, что использование этих образов связанных со Второй мировой войнью вызвано не только и не столько тем, что они маскируют именно травму чеческой войны и вообще постсоветских конфликтов. Во-первых, маскируют огромный массив насилия, о котором практически не проговорят, по крайней мере и вообще не очень проговоренность в русской культуре, связанной со советским перерором, это во-первых, да. И во-вторых, что у нас просто нет другого языка для того, чтобы говорить о насилии, да. Это не потому мы обращаемся к другому языку, к образу Второй мировой войны, что, скажем, мы не можем иначе говорить о чеченской войне, а потому что мы вообще о насилии иначе не можем говорить, не то, что о чеченской войне. Вот, есть некоторый раз я бы хотел сказать. Я хотел бы пригласить к диалогу Михаила Сухотина, которому было сказано по поводу реплики Фавриловского. И, может быть, какой-то есть... Такого было оставить вверху глаз и так далее. Значит, все-таки речь идет о неких гариерах с помощью каких-то языков, но не, собственно, реакция на какие-то формы насилия, которая, безусловно, предупрещала все свои дела. Мне кажется, что правильнее и как-то интереснее говорить о переломах его творческого пути. Дело в том, что это был автор с очень, так сказать, неровным творческим путем, с очень заметными такими изловами, со швами прямо. И как-то не заметить этого нельзя. Я помню, что в конце 80-х годов Брин просто жаловался на то, что нет любительных языков теперь для него, которым он мог обратиться к людям. Вот. Недаром его образы орушившиеся стены и так далее, так сказать, на кухне все это тоже весьма спорно. Вот. Вот это, как раз, и есть форма. Та форма насилия, ощущения, так сказать, своей полной свободы, которую он чувствовал на этих словах. Это моя личная задача. Вот. Кроме того, то, что тот, что Свал говорил, абсолютно неправильно. Я полностью с этим должен согласиться и сказать, что да, полностью может быть как-то. Потому что вот все-таки такой язык говорения о насилии не языком войны, вот, он вообще, говоря, у нас есть. Вот. И, кстати говоря, я просто хочу напомнить, он уже вполне оформившийся. Я хочу сказать, скажем, о Семен-Некрасове и о Сабуновском, которыми я, в последнее время, тоже подробно занимаюсь. И, знаете, вот, Некрасов, который, в общем-то... Дело в том, что здесь идет речь о полной несвободе и подавлении творческой, творческом подавлении автора, который ощущает всю полную несвободу обратиться к любому читателю, а не только к какому-то избранному или специально сформированному кругу. Вот. Дело в том, что Сабуновский никогда в своей жизни не минул меня одной строчке своих стихов обезвоженную. Вот. И сейчас вспомню его стихотворение. Надо сейчас его прочитать. Точно была такая любовь к Абылову, что-то писала, а что, хоть убей. Но ведь можно пойти в читалку, взять книжки с полок, перечитать, а что останется о тебе. «Черные мысли, как черные буквы» сказал Абдукта. Вот и его переиздай его. Над тобой летают черные буквы, не прочитанных, не изданных, не живших слов. Вот. В общем-то, это стихи, которые очень точно, по-моему, выражают то, что прошло, в общем-то, практически всю его жизнь. И можно во многих его стихах это видеть. А потом я хотел бы еще одно стихотворение обучать, но это там уже в связи с другими соображениями. Вот. А вот, собственно, всю его жизнь тоже, посмотрите, вот там все, что он писал, очень много, вся его критика, она связана как раз с тем, что его не понимают, его не признают, его выпихивают всяческими путями. Литературная ситуация складывается так, что он чувствует в ней себя. Вот именно, вот именно, абсолютно, так сказать, как это сказать, его постоянно задвигают. Он никак не мог с этим меняться. Это разве не чувство свободы, это разве не чувство насилия над собой? Очень выражено, практически во всей его критике, которая именно поэтому, вероятно, и не признается. Вот. Или, как или иначе, встречается очень-таки негативная реальция. Но факт стоялся факт. Это большое явление. Теперь давайте присмотримся к нему поднимательному. Неизбный, это как за разговор о том самом насилии, которое, вообще говоря, можно отражать не только с помощью обманенных терминов и того, что происходит на фронтах. Вот. И теперь кое-что хочу сказать по поводу фронтов, вообще говоря, так сказать, того, что уже связано ни с каким-то, так сказать, специально вырубленным литературным языком, а вообще никакой, так сказать, вот на культурных языках насилия в литературе. Совсем напротив. Значит, здесь очень интересное наблюдение из-за сегодняшнего дня – это то, что сам всерусский язык, на котором мы с вами разговариваем, с начала вообще этого года приобрел некий, как бы сказать, некий такой неофициальный новый статус. Именно неофициальный. Я неоднократно слышу в самых разных кругах так или иначе вот одну и ту же мысль, собственно, которая подтверждает то, что, собственно, русский язык становится как бы таким обоснованием просто физического насилия, которое совершается по отношению, так сказать, к соседнему государству, по отношению к народу, к другу языкному. И, значит, я имею в виду проблем двоязычия, то есть то, что на Украине всегда было два языка государственных. И вот теперь мы оказались в ситуации, когда этот язык, собственно, хотят сделать одним языком, потому что это русский там уже не работает. И это вызывает бурную, так сказать, волну негодовать. И, значит, во всяком случае, такую вот прям целую проблему. Вот я вспомнил, что та же самая история была в Требортике. И что в Латвии, где тоже, действительно, очень много русских, очень большой процент русского населения. Таким образом этот вопрос был решен. Почему-то не понадобилось, так сказать, добосновывать этим, значит, ради этого устраивает там то, что устроено сейчас в новом городе. Поэтому разговоры тут на самых разных уровнях. Вплоть до вот ученых людей, так сказать, профессоров университета. И, кончая самых, так сказать, простых, например, недавно смотрел «Хронику», «Хронику» в Собисиаре, славянский там фонтер, разгумбленный дом этот, купеческий заседали эти королевисты. Значит, там какой-то дым идет, там все сыпется со всех сторон. Вокруг какие-то машины обгорелые, значит, разваленные, руины, и вот среди этих руин бежит какая-то баба. Эта баба такая пожилая бежит к оператору, и она ему кричит, значит, вот мы здесь еще останемся жить, нас тут еще довольно много, вы только передайте им, вы им передайте. Нам здесь по-русски не дают говорить. Когда такое вот видишь, просто, ну вот, вы знаете, я даже не знаю, вот, это уж такой не великорусский язык, а просто по-другому как-то и не скажешь, что у меня даже запрет мата, но вообще слово, оно имеет корень ложь, а просто какой-то великобрядский язык, потому что, ну это просто полное совершенно изобразие, и по-моему, выражает определенный такой вот, именно пропагандистскую ноту, вот таких вот настроений. Ну вот я хочу спросить, собственно, не значит ли это, что, вообще говоря, наша власть, которая сейчас в том государстве, где мы живем, не значит ли это, что вообще она, по сути дела, когда язык делают таким вот обоснованием прямого финического населения, не значит ли это, что такая власть, как только телевизионная власть, это власть СМИ, на самом деле, реальная картина, реальная власть, которая действительно управляет мозгами, это действительно, это не какая-то там перестроечная, постперестроечная, путинская, там постпутинская, это реальная власть средств массовой информации. И, значит, тут, конечно, тоже, надо сказать, что если сравнивать это с тем, что было когда-то, в советское время, то все-таки, все-таки, действительно, многое изменилось. Вот. Но есть и то, что, в общем, по сути, осталось. Удивительным образом сменился наш этот проб, очень хорошо помним этот момент, вот, сменился он на, действительно, появился пакет, значит, вот, визуальный ряд, очень мощный, сильный, значит, интернет и так далее. Но при всем при этом, каким-то удивительным образом, все-таки вербальная составляющая, вот эта вот логоцентрическая, о которой столько говорят, действительно, множество, все разное, она остается, она остается такой же, как она и была. То есть такое впечатление, что она просто подкартинина. Есть такой термин, да, подкартинись, вот, в этой книге выставили там, просто целый набор таких существ, фотографий, которые используются в степени и в других случаях. Для этого не обязательно читать книгу. Этот ряд, как бы, он просто подкартинен. Но суть осталась, в общем, на самом деле, той же самой. И, может быть, даже еще более интенсивной и мощной по воздействию. Это я все о власти пропаганды говорю. Вот, а кроме того, когда русский язык делается, понимаете, вот таким обоснованием государственных преступлений, тут, может быть, действительно, еще одно степени Сынковского надо прочитать. Это видимость смысла в стихах современных советских поэтов, свойство синтаксиса, свойство великого русского языка управлять государством. И ты не валяй брака. Пока жив, помни об этом. Вот. И, в общем, чтобы не валять брака, мне кажется, что, на самом деле, хорошо бы как-то на это прореагировать. Просто невозможно на это не прореагировать. Такое отношение к языку. И вообще, что тогда стоит видеться? Вся эта наша руководитель из Равчика. Простите, пожалуйста. Спасибо. Михаил Мак. Ну, давайте. Вот в связи с тем, о чем Михаил говорил, о том, как сама идея языка превращается в оправдание насилия, с одной стороны, конечно, это, как ни странно, коррелирует с очень абстрактной и трудно доказуемой идеей о том, что логоцентризм, в общем-то, всегда строится и порождает насилие. Здесь мы видим самую прямую иллюстрацию к этому тезису. Но, с другой стороны, мне кажется, что то, что мы видим в государственной пропаганде, опять-таки является утилизацией, я бы даже сказал, употреблением того, что было не впервые, но актуализировано до того, именно во время войны. Мы же все помним, но мы защитим у тебя русский язык, великое русское слово. Вот сейчас великое русское слово защищается, так сказать, с помощью войск, введенных, мы знаем, туда. Конечно, это одно тоже есть. Да, это одно, это именно, так сказать, отсылка вот туда. Оно не столько не изменилось, там это был эритрический ход, здесь стало фактическим ходом, да. Но, так сказать, сама формула наполняется, как бы, новым содержанием в данном случае. И, в сущности, это опять-таки говорит о том, что для того, чтобы отвести глаза от насилия, используются, так сказать, возвышенные дискурсы. Они очень важны как, так сказать, оправдательный, как, ну, не скажу, что отвлекающий, а именно фундирующий насилие. Да, Глядя, пожалуйста. Скажите, у меня есть какое-то время, потому что у меня нет никакой короткой реплики, я просто сразу хочу сказать. Мне бы хотелось немного, на самом деле, уйти от, как-то непарадоксально, чтобы ответить на вопрос о политической поэзии и насилии, мне придется немного уйти от каких-то острых политических реалий и немного обратиться в лингвистике. Вот. И здесь я бы хотела вспомнить Жан-Жака Куртина, французского лингвиста и философа, занимающегося проблемами тела. Вот, немножко его вновь уходит, наверное, вы должны знать. Вот, про тело как раз. И проблемами, собственно, политического дискурса, политического языка, языка власти. Куртин вслед за ФУКО различает, собственно, высказывание как акт, происходящий здесь сейчас в конкретных условиях, и высказывание результат. Высказывание результат по Куртину образует некоторое интердиккурсивное пространство, которое состоит из цепи сложно связанных формулировок, таких типа готовых высказываний, приконструктов, которые субъект присваивает, собственно, в самом акте высказывания. И это пространство, он, собственно, и считает языковой, исторической памяти. По Куртину, значит, такие вот формулы-источники, ну, типа банально политические какие-то формулировки, это могут быть, дрейфуют в некотором плотном слоистом, как он определяет пространство дискурсов, и изменяются в процессе дрейфа. Происходит усечение, стушевывание каких-то, ну, истин, которые нам, допустим, кажутся, типа, не знаю, типа, социал, ну, к примеру, да, социал-демократия, типа, это хорошо, это для нас, типа, это может быть вместе с христианством. Или, например, религия и материализм несовместимы. Это такие типа, вот он, вообще он занимается анализом, собственно, языкам коммунистов. И вот эти формулы-источники дрейфуют в пространстве их изменения, усечение, стушевывание, исчезновение, прояснение, наоборот, какое-то причудливое смешение, и образуют, собственно, политику, политику языка власти. Вот что он говорит про язык, собственно, власти, про язык подчинения. Мне кажется, это очень важно в связи, в связи как раз того, что говорит о насилии Бениамин и вообще о том, что и Ханарин, и всё вместе. Это, мне кажется, просто очень важная цитата. Я позволю её себе зачитать, даже если вас, не знаю, вам будут иметь, не знаю. Да, совершу маленькое насилие. Действие — это как раз в пику о том, что, может быть, я скажу какое-то предисловие, о том, что говорит Ханарин, и отчасти то, о чём говорит Бениамин, про инструментальность насилия, про тавтологичность насилия. Насилие складывается так, что насилие не имеет истока. Исток насилия всегда забыт. Исток насилия уже априори образует травму, образует некую невосстановимую лакуну. Насилие оказывается само в плену своего постоянного навязчивого повторения, перевоспроизводства, переизобретения. Насилие как тавтология. И здесь уже можно, ну, не знаю, вести какие-то линии к тавтологичности поэзии, вообще к тому, как поэзия работает с тавтологией, вообще как поэзия работает с интердискурсивным пространством. Интердискурсивное пространство априори, и это, кстати, в пику к травме, да, мы можем понимать травму как сон, травма буквально как рана, и травма как навязчивое повторение, повторение, от которого мы не можем избавиться, как историческая память, насилие, все некоторым образом очень мощно подвязано на тавтологию. Вот цитата. «Действие механизма подчинения в политическом дискурсе предлагает выработку концептуального представления о другой разновидности повторяемости, вертикальной повторяемости. Вертикальная повторяемость не предполагает повторяемости силе и формул, образующих высказывания. Это то, исходя из чего повторяется неизвестное, неопознанное, передвигаемое и передвигающееся по ходу высказывания. Повторяемость как свойство оказывается одновременно и присутствующим, и отсутствующим в серии формул. Отсутствующим, поскольку оно функционирует под формой незнания, и присутствующим, поскольку оно обязано иметь форму проявления, то есть некую свою инструментальность. Таким образом, речь в данном случае идет о повторяемости в порядке памяти, содержащей пробелы, дырявой памяти. Два способа детерминированности акта высказывания тем, что находится вне высказываемого, то есть интердискурса. Первое – образование эффекта сгущения внутри формулируемого. И второе – интердискурс как формирование пустоты, полости смещения высказываний. Память из обвения нерасторжимы в практике политического дискурса до такой степени, что могут до полной противоположности исказить реальный порядок вещей. Здесь он, как пример, воспроизводится коммунистическую риторику. Дальше я немного обращусь к Патрику Сирио, который в своей работе «Языке власти. Критический анализ» как раз анализирует полемику в основном восточноевропейских лингвистов по поводу, собственно, становления советского языка как языка деревянного, новомого, ну, все вот эти вот штуки. И доказывает, что принято в критике, собственно, советского языка оппозиция языка якобы лживого, укрывающего некую правду, языка вечно что-то умалчивающего, языка сюрреального, и оппозиция языка живого, она лежит гораздо, ну, глубже, собственно, самой советской истории. К примеру он приводит, опять же, не знаю, самого Ленина, который как раз говорил о том, что мы должны вот этот живой, этот правдивый язык поднять наружу, потому что ему противостоит язык царской бюрократии и вся вот эта вот история. Он говорит о том, что борьба, властная борьба в истории, в европейской истории, да, ну, не знаю, с какого-то, с момента нового, она всегда осуществляется за простой, за живой язык, за некую подлинную реальность, которая противостоит языком, против... скрывается за языком. И на этом основании он показывает утопичность самого такого противопоставления, утопичность самой такой властной борьбы и утопичность критики, основывающейся на этом. Я, опять же, позволю себе зачитать такую же, типа, реплику, развернутую, просто она у меня в записи. Это уже моя реплика. Я не сильно? Сирио показывает утопизм самой критики советского официального языка, исходящей из позиции того, что язык является совокупностью слов, лексическим фондом, должным адекватно репрезентировать некую доязыковую истину, реальность, понятную без участия языковой репрезентации, что вызывает к памяти утопию общего языка, адамового языка, языка прямого общения, где вещи называются своими именами. Актуализация этой мечты может представляться, как жажда бежать от языка, который вездесущий, никакой дьявольской внеположенности не существует. Вопрос о том, насколько официальный язык является продуктом репрессирующей гласной группы, остается открытым. Не есть ли так называемый бюрократический язык, вобравший в себя в разной степени язык классики, как язык простой речи, типа язык Ленина на тот момент, продукт коллективной грезы, коллективного перформатива. Точно так же, как любая власть санкционируется коллективом, об этом говорит Арн, противопоставляя как раз власть насилию, даже самая тоталитарная и захватническая, точно так же и коллектив каждый раз заново изобретает и санкционирует в новом дискурсивном вспоминании и забывании новый язык власти, природа которого в сущности неизменна, но парадоксальным образом под напором травматического насилия, навязчивая актуализация травмы, собственно, свойственна любому политическому дискурсу, обладает способностью преобразовывать языковую реальность в целом, а не только языки властных элит, а значит и реальность вообще, поскольку здесь дихотомия между языком и реальностью можно считать снятой. Подобно тому, как становление перформатива власти в языке и можно считать становлением мира, о чём свидетельствуют хотя бы, не знаю, первые слова Библии. Само такое становление по своей природе интердискурсивно и не закреплено за субъектом, устанавливает голос, которого нет. И, собственно, тут мы обращаемся к Хане Аренд, к её как раз о том, что она говорит об инструментальности насилия, ну и это вообще такая биберовская тема, о том, что инструментальное насилие, оно исключает вообще возможность любого проявления индивидуального насилия. И, собственно, его цель — это сопротивление, ну вообще какой-то, я не знаю, не только религиозной харизмы, а вообще любой харизмы, любой харизмы вообще в принципе. И можем вспомнить, опять же, историю Вавилонской башни. Это такая история тоже, вгоняющая совершенно какую-то у нас круговую поруку о том, что, собственно, становление разных языков, собственно, демократия тоже начинается с насилия, да, в каком-то роде, что есть некая общая, да, утопия, есть некий общий язык, которому существуем, и Вавилонская башня должна быть разрушена, и только тогда, значит, возникаем мы. Но это ещё что я хочу сказать. Я скажу какую-то свою мысль, зачитаю всего лишь два примера, и всё, на самом деле, о чем вам осталось. Мне кажется, что вопрос, который стоит не только перед философами, антропологами или там кем-то ещё, вопрос, который стоит перед поэзией, то вот как раз о чём говорил Марк про языки насилия и о том, как поэзия с ними работает, да. Мне кажется, это вопрос не о том, кто несёт насилие в язык, не вопрос о том, насколько эти языки насилия различаются. Мы поймём, что те, кто говорят на языке насилия, они всегда говорят, ну, на одном языке. Это всё равно в некотором роде один язык. Это то, о чём говорит Бениамин. Насилие — это то, что всегда забыто, то, что мы не можем проявить, то, о чём мы не можем вспомнить, то, что не имеет под собой никакого основания, что только бесконечно тавтологизирует, повторяет и повторяет само себя. Вот. Мне кажется, что вопрос сейчас состоит не в том, как выявлять, как насилие репрезентируется в языке, в языках вообще, ну, власти, не знаю, властных элит, народа, или там, ну, вот, интеллигенции и так далее. Ну, репрезентируется, транслируется. А вопрос, мне кажется, более политический, более сложный, более важный, который у меня нет сейчас ответа. Что в самом языке позволяет насилию состояться? Что позволяет ему бесконечно воспроизводить и актуализировать себя, вне зависимости от того, какая это система советская, не важно. Язык тоже тавтологичный. Вот. Ну, это вопросы об интердискурсивном, опять же, пространстве. Ну, и вот, что я хочу еще, ну, таких вот две коротких реплики. Мы говорили вот здесь о Майковском, о Бахматовой. Очевидно, что в истории языка существуют такие моменты, как раз моменты сгущения насилия. Они напрямую часто бывают связаны с политическими событиями, могут предшествовать им. И вот в русской поэзии, мне кажется, есть один безапелляционный пример тому, как это сгущение насилия, собственно, полностью выражается. Это пример поэта Алексея Гастева. Ну, наверное, знают поэт такой, пролеткультовский поэт, революционер, основатель Института труда, ну, тоже, как мы понимаем, расстрелянный. Первое, вот, это поэзия рабочего удара и все такое. Это то, что делает Гастев, это полностью, во-первых, поэзия повелительного наклонения. Там есть тексты, где вообще нет, ну, ничего, кроме повелительного наклонения. И я зачитаю, и вот у него есть такой цикл стихов, пачка ордеров. Я зачитаю вот три ордера. Пятый ордер. Рев в катакомбах миров, миллионы, в люке будущего, миллиарды, крепче орудия, каторга ума, кандалы сердца, инженерти-обыватели, загнать им геометрию в шею, логарифмы им в жесты, опакостить их романтику, тонны негодования, нормализация слова от полиса к полису, фразы по десятиричной системе, котельное предприятие речей, уничтожить словесность, огортанить туннели, заставить говорить их, небо в красное для возбуждения, шестерни сверхскорость, мозгомашины, погрузка, киноглаза, установка, электронервы, работа, артерионасосы, качайте. И такой, открыть битву, руками, грудью, оставить, битва гипнозом, маневр назад, мобилизовать по четыре магистрали, битва силогизмов, показания манометром, жечь Y лучами, усиленно кислородить тылы, азотировать противников, промыть мозги, пауза, сбить ориентировку в пространстве, включить чувство времени, уронить на толпы мрак, плоти на людей, на плотину людей, сумасшедшие женщины, рожайте, рожайте немедленно, срочно, отрапортовать, 600 городов, выдержка пробы, 20 городов, задохлись, в брак. Ну тут, по-моему, какие-то, ну, комментарии излишни. У меня есть еще, или, ну, не знаю, я уже вот хочу просто еще одну такую штуку сказать, наверное, успокоиться. Две штуки. Две штуки в брак, так. Что, собственно, позволяет вообще в культуре сближать поэзию и насилие какие-то, ну, то есть мы же не первые такие тут сидим, сближаем поэзию и насилие. Еще вот эти вот критики советского языка, Карпинский, в частности, говорит о том, что язык пропаганды это язык поэзии, тем более, если он не говорит нам ничего о реальности. и определение, опять же, советского языка, о котором говорит Сирио, через негативную поэзию. Вот, значит, Элиот Уайнербергер в своей, в своем эссе про кампучию говорит про режим, собственно, красных миров и вот про Пола Кота. И задает, мне кажется, вопрос, который вот прямо в свете дискуссии, кажется, очень важным. При отсутствии конкретных сведений я пытался найти какой-нибудь ключ и стал изучать время, когда Пол Пот изучал радиоэлектронику. Радио приводит меня, как и большинство иных путей, к поэзии. С момента своего изобретения радио стало частной метафорой поэтического процесса. Поэт, как инструмент для музы, стал поэтом, как антенной народа. Слова летают в эфире, а письмо — это что-то вроде настройки. В этом контексте передача Эзре Паунда во время Второй мировой войны становится полномасштабной классической трагедией. Не ему убеждение и приверженность фашизму это вызывает отвращение и не более. Трагизм в том, что это была горклиня, хюбрис, поэт, пытающийся стать музой. Пол Полт, тоже оставаясь невидимым, хотел стать и стал, в отличие от Паунда, таким бестересным голосом. Именно тот голос, что убеждает нас подняться на гору и зарезать своего сына. Тот голос, что внезапно велит нам прикончить 12 человек в ресторане. Тот голос, что убеждает нас воздвигнуть пирамиду из жертв и построить лагеря смерти. Тот голос, что отправляет нас на битву. Интересно, насколько этот голос отличается от того, который диктует мне следующую строку. Я очень коротко, я очень много все рассказал. Про прородию, особенно здесь, мне тоже казалось, что вообще разговор на скилевизике нужно начать с историей про Амбасака. Но это все-таки уже, значит, действительно, долгую историю с понаречным понятием про декора, значит, про левинацию и про декор, про то, что совпадение дискурса и насилия сути в лет снижением горизонта и все прочее. Я хотел прагментировать более простую, более простой фрагмент из главной речи, а именно фрагмент, значит, связанного с сириодом и вопрос о том, что, собственно, позволяет в языке состоять с насильнее. Представляете, что тут хорошо, правильно было бы вспомнить о речиодском неопрагматике, да, и, в частности, Руорте с его, значит, представлениями об ограниченных словарях, да. Вот он пишет, «Все человеческие существа придерживаются случайности иронии и солидарности», книжка называется, «Все человеческие существа придерживаются того запаса слов, которые они употребляют для оправдания своих действий и убеждений своих жизней». Мы выражаем с помощью этих слов похвалу своим друзьям, при зрении врагам планы на будущее и глубочайшие сомнения и самые возвышенные надежды. С помощью этих слов мы рассказываем истории о своей жизни и иногда с точки зрения будущего и разочек зрения прошлого. Я буду называть эти слова конечным словарем личности, да. Дальше он объясняет, что такое, собственно, это конечные слова личности и говорит, что небольшая часть конечного словаря личности с этих тонких, гибких, и визнесущих слов истинный, глагой, верный, прекрасный, а большую часть содержит более толстые, ригидные и более ограниченные употребления термина. Например, «Христос», «Англия», «Профессиональные стандарты», «Благопрестольность», «Революция», «Церковь», «Прогрессивная» и так далее, и так далее. Дальше он говорит о фигуре ироника, да, определяя ее следующим образом. Что ироник, он знает человека, который всегда радикально и беспристанно сомневается в конечном словаре, которым он пользуется в настоящее время, потому что на него уже произвели впечатление другие словари, словари, которые принимались с окончательными людьми и книгами, с которыми он столкнулся. Второе, он признает, что аргумент, выраженный в его сегодняшнем словаре, не может ни подтвердить, ни разрешить этих сомнений. И третье, поскольку он философит своей ситуации, он не думает, что его словарь гораздо ближе к реалии, чем другие, или что он находится в соприкосновении силы, отличной от него самого. А именно то, что позволяет насилию воспроизводиться внутри языка, это восприятие посвященческого условиям модерна и восприятие языка, как, другая книга того же рода, называется философия, как зеркало природы, как зеркало природы, как нечто отражающего некоторую реальность, которая существует где-то там за пределами этого языка. И это тотальность, так сказать, вынесенная, за пределами риска, собственно, как мне, знаете, и вызывает в жизни возможность воспроизведения, воспроизводства насилия. А теперь еще много хотелось сказать важное, очень важное добавление в поводу нашей исторической части нашей взятии. Я отправила СМС и Юра любезно предложила мне сказать это вслух, я добра бы сказать это вслух. Это историческое и, может быть, отчасти несколько раз упоминавшись, как-то осторожно обходившись, не в силу нежелания говорить, а в силу удаленности от основной темы, под темой «Ох, я знаю, что класс умер», «Страт», «Страт», я подумала просто о том, что мы все время говорим о том, что не было языка для разговора о насилии, упоминалось в том числе бытовое насилие и приводилось несколько примеров современной поэзии, и я вдруг подумала, что этот язык прекрасно существовал, он был развитым, он был полноценным, он был масштабным, в нем были свои под языки и диалекции, но он был также маргинализирован как насилие, в некотором смысле это была очень гармоничная ситуация, он жил там, где насилие жило в более явной, менее подпольной форме, он жил в других социальных стратах, там же, где жил городской фольклор, и где проговаривалось абсолютно все, от изнасилования малолетних до войны в Афганистане, причем проговаривалось, как положено поэзией, разными голосами для разных страт, гендеров, групп, ситуаций, и очень интересно, и это может быть частично к разговору о том, где язык позволяет насилие, как язык, что с языком, мы понимаем, насколько, я не специалист по фольклору, мое мнение, мнение обывателя сейчас, человека, который бы любит и интересовался в какое-то время, он как, по понятным причинам, которые не имеется построен как очень сценарий, язык, он язык, очень четко определяющий сценарий, и этим способом в некоторой мере сообщает сценариям насилия легитимацию в определенных ситуациях. В частности, мы понимаем, насколько язык городского фольклора, скажем, легитимизирует убийство за... по крайней мере, убийство, громко словом, насилие в ответ на оскорбление или переступание личных границ, насилие в этой границе. Мы просто говорим сейчас, в некотором, мы ведем такой чуть элитарный разговор, может быть, не чуть, а очень специфической страте поэзии, страте языка, но и в официальном языке, вдруг сообразил я, был развитый язык насилия, где насилие велелся очень, прямо очень жестко и очень плохо. Это был язык, когда насилие совершенно не над нами, а мы. Это был, безусловно, язык пропаганды, и понятно, что в сороковые годы был фантастический. Я помню, как и многие, наверное, полный текст песни «Инстовая страна огромная», да, «Фашистское грязное нечице загоним пулю в лоб, а три бычеловечески сколозим крепкий гроб». Это был не самый жесткий текст, тексты маршавания, которые были чудовищные по степени порнографической кровавости по отношению к врагу, и еще долгое время, конечно, язык пропаганды был языком насилия разным, и сейчас мы видим его опять. Так что да, он был, он просто не подходил как язык жертв насилия, он подходил как язык насильника. И в этом смысле, конечно, да. И тот редкий момент, например, в 20-е, когда отчасти некоторые социальные страты вдруг оказались чуть ближе к официальному языку, чуть лучше услышаны как поэту, в чем-то, что я приводимым Галлии тексты Гастева, вдруг становится видно, на какой уровень насилия пропагандируется и поддерживается, просто в какой-то момент это стало даже не то, чтобы допустимо, востребованным. Как только возникли там некоторые более сложные механизмы фильтрации, это сразу ушло. Но вообще этот язык был, он просто был для разговора в другом мире о другом. И мне кажется, что это как-то важный момент. Если говорить о, так скажем, городском фракторе, мне кажется, что те сценарии, которые Ленов сказали, они всегда были, как-то ни странно, они были обязательно очень литературены, мелодраматизированы, обязательно это были сценарии, как бы позаимствованные из 19-го скорее века. То есть это был такой языкцитатный, перформативный скорее, чем язык, который мы видим, когда читаем мемуары повседневной жизни 30-х годов. Понимаете, как бы там насилие, коммунальная кухня, пронизанность никогда не воплощалась ни в песне, разве что в анекдоте. Вот в анекдот это была единственная форма адекватного воплощения насилия. А там песня или частушка, мне кажется, совершенно не или там городской рассказ, городская легенда, они используют чужие сценарии. Мне кажется, что? Я думаю, против, Светки Малоретки, но это ладно, я думаю, про текст Светки Малоретки. Так это же постоянная филипетия одной и той же песни. Я думаю, например, про текст Светки Малоретки, который про легитимацию насилия за насилием, я думаю, про тексты как-то застался нужны. Я про этот тип текст, и он, конечно, да. Да, наша первопроекция не подходит к концу, поэтому я хотел бы попросить кого-то, может быть, у кого-то есть какой-то реплика или вопрос один, полтора. Спасибо. Очень интересное соображение вы сказали. Вопрос такой. Правильно ли я понимаю, что, говоря о языке насилия, вы каждый раз в моем виду насилие как объект описания. Можно ли что-то сказать о насилии, которое вмешивается в язык и трансформируется в этот язык? Кому? Вот, собственно, это вместе, я бы, очень коротко скажу, вот на этом месте с самого начала Марк ввел разделение репрезентации насилия и трансляции насилия. То, о чем вы говорите, это вот, когда мы говорили трансляция насилия, мы говорили об этом. А вот когда описание, относили как объект описания, в этом случае пользовались словами репрезентации насилия. На протяжении более-менее всего разговора мы просто сразу делили это слово. Мы, конечно, вскакали все время, мы говорили, допустим, на репрезентации, а Галя Цитира Кастева, конечно, давала примеры трансляции, но и так далее. То есть это разные, так сказать, формы, и, конечно, далеко не всегда трансляция насилия столь артикулирована, как у Кастева или, там, не знаю, в левом марше Майковского, да. мы все помнят то, так сказать, сопротивление, которое вызывало и вызывает, я полагаю, статья, известная статья Шалковского об Ахматовой трансляции насилия в ее, так сказать, поэтических и культурных статей. Но, тем не менее, с этим приходится считаться. по поводу фольклора, хочу сказать, действительно, фольклора точно неожиданный носитель именно людей насилия, то есть, например, школьный фольклор и завтрашки. Вот. Такой, как он, считается, что шутка, но это не просто шутка. Таких шуток не бывает. Шуток серьезно. Вот. А там как девочка пробегает, скажите, у него голубые глаза вот эти, спрашивают. Вот. А еще вот даже у Чаповского того же самого, который, я тебе говорю, был первым, кто вот так прямо обратился к фольклору, как раз говорит, вот нам зверюга, нам зверюга, влекте, а нечего, много мяса ты съешь, человечего. Это же не просто так. Это именно обращение к фольклору, это, по-моему, процесс, как говорили. Вот. Крокодил одна из самых фольклорных его мужчин. Вот. А вот интересно было бы узнать, кстати, почему совершенно не зашла речь об акциях, вот, например, все подпасы используются. Мне было бы очень интересно узнать, абсолютно бессловесно, но тем не менее разработавших свои взыбы, реагирующих на насилие, причем, а тут важно, реагирующих. И мне было бы очень интересно узнать, что, собственно, происходит с этим человеком, который кровью умылся около ФСБ. Вы знаете, да? из Голубого усадника из Санкт-Петербурга один человек умылся кроме на проекте, прямо перед зданием ФСБ. Он там пробыл несколько секунд. Через три секунды его немедленно скрутили, его изгиб. Кто он еще? Что с ним и сказал? Я просто не знаю. Не знаю. Думаю, на этом мы странные ноти закончим наше мероприятие. Большое спасибо всем пришедшим, большое спасибо спикерам. До новых встреч. Спасибо.